Одноэтажное ветхое строение. Именно так выглядела амбулатория на Армейской еще два года назад. Сейчас в это сложно поверить. Поликлиника находилась в плачевном состоянии. Здесь оказывался неполный перечень медицинских услуг. Основная причина – нехватка помещений. Министерство обороны передало это помещение и почти два года шел ремонт. Мы сталкивались с проблемами практически всей коммуникации. Нужно было заменить. Дренажной системы не было. У нас затапливался подвал. И подрядчику пришлось все эти работы в течение двух лет качественно выполнить. И сегодня мы можем с уверенностью сказать, что помещение отремонтировано достойно. У нас, правда, еще есть, кстати, по трости. Мы оттуда не уходим полностью, потому что было обращение жителей о том, что не очень удобно ездить. Поэтому мы на первом этапе посмотрим, кто будет востребован. Там оставляем педиатра-терапевта и камень забора крови. Сегодня, благодаря увеличению площади и надстройки второго этажа, медицинское учреждение расширило свои возможности. Высококвалифицированные специалисты смогут оказывать помощь и консультировать пациентов по таким направлениям, как офтальмология, ультразвуковая диагностика и оториноларингология. Эта поликлиника полноценная практически здесь и детское отделение, и взрослое отделение. И принимать поликлиника может до 8 тысяч человек. Прикрепленного населения 200 посещений в смену. И достаточно высокая и большая мощность. Поликлиника оснащена очень хорошим оборудованием. Есть ультразвуковой аппарат экспертного класса, что очень важно для выявления онкологических заболеваний на ранней стадии. И любых патологических процессах на ранних стадиях, что сейчас наиболее актуально. Теперь медицинская помощь жителям военного городка стала еще доступнее. Раньше, чтобы попасть на прием к специалистам, людям приходилось ехать в Одинцово, а это 43 километра. На дорогу в среднем уходило около часа. Для нас, как для жителей города Кубинки, это очень важно. Потому что я, как мама двоих детей, мы постоянно нуждаемся в поликлинике. Если раньше мы ездили более 40 минут в поликлинику, это в город Одинцово, то здесь поликлиника находится теперь в шаговой доступности. И в данной поликлинике присутствуют даже узкие специалисты. Подрядчикам пришлось менять всю систему коммуникации, приводить в порядок капитальные конструкции, подвал и фасад, заниматься отделкой помещений. Сейчас все работы завершены. Их проведение стало возможным благодаря губернаторской программе здравоохранения Подмосковья. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.